Наташа, я не первый год занимаюсь проблемами снижения веса и я знаю, что это не такой уж и простой путь, но участницы меня поражают тем, что говорят, никаких проблем у нас нет, все очень легко, все это, все очень просто, не уверена, что это полностью правда. Я хочу предложить тебе помочь участницам раскрыться больше. Давайте попробуем. Здравствуй, Вера. Здравствуйте. У нас сегодня, по-моему, не первый уже с тобой ТЭД. Да, второй. Второй. Скажи, пожалуйста, готова ли ты на маленький эксперимент? Готова. Дело в том, что сегодня я не буду спрашивать тебя, как у тебя дела, я не буду спрашивать, довольна ты чем-то или нет. Я попробую задать тебе один очень такой интересный вопрос и посмотрим, как раскроешься ты в ответе. Пробуем? Пробуем. А вопрос хочу задать Вере на самом деле о внутреннем содержании каждого из нас. На самом деле вопрос непростой. И тем не менее посмотрим, как наша участница справится с ответом на него. Конечно, мне нужен только твой ответ. Я не хочу, чтобы ты вспоминала энциклопедии или думала о каких-то авторитетных людях, которые на эту тему распространялись. Давай так, ответь ты. Что такое внутри человека существует? Что такое внутренний мир? Характер, настроение, отношение к людям, ответная реакция людей на меня. То, что ты чувствуешь в каждый момент времени. Что-то у тебя там внутри есть. Не всегда ты все показываешь, но что-то есть. Конечно. Для нашей следующей участницы я приготовила тоже очень интересный вопрос. И он тоже очень тебе подходит. А вопрос такой. Сегодня я решила не спрашивать вас, как у вас дела, не спрашивать, что у вас есть трудного, а спросить ваши мысли по поводу какой-нибудь интересной темы. Для тебя я приготовила такое. Что такое искренность, как ты думаешь? Искренность – это, наверное, когда вещи называешь своими именами. То есть какой-то объект и точное его описание. Скажи, пожалуйста, тебе свойственно это качество? Я думаю, да. То есть ты со мной согласна, что искренность очень важна в достижении любого результата? Я думаю, что да. И так как у нас здесь команда и группа, я думаю, что это тема, которую ты можешь очень хорошо раскрыть девочкам. То есть, может быть, в каких-то разговорах, может быть, в каких-то донести до каждой, что это очень важно. Здесь очень важно, чтобы мы были одной командой. А заодно и сама разберешься поглубже. Спасибо. Девушки продолжают учиться позировать, продолжают учиться подбирать правильную одежду для своих фотосессий. В этом им помогает наш незаменимый фотограф Алена Гуло. Алена, а что за интересная вещь у тебя в руках? Я вижу какие-то цвета, но непонятные для меня. Это у меня схема цветового круга, которая помогает людям, дизайнерам, фотографам, просто быть обычным людям, подбирать правильно цвета, как в гардеробе, в интерьере. Ну и вообще, очень полезная вещь, которая помогает людям в жизни. В жизни, да. Я так понимаю, сегодняшняя тема урока будет, как помочь подобрать одежду, сочетая ее правильно по цветам. Да, совершенно верно. И с того круга в этом помощь. Здорово, мне очень хочу посмотреть дурок, пригодать видео. Здравствуйте, дорогие участницы. Рада вновь вас видеть всех на своем занятии. Сегодня мы с вами поговорим о цветовом круге. Уже однажды мы эту тему затрагивали. Сегодня как бы более конкретно, более основательно углубимся в эту тему. Итак, как я уже говорила, цветовой круг нам нужен для того, чтобы знать, как взаимодействуют между собой те или иные цвета вообще в повседневной жизни, в фотографии в том числе. Именно для этого цветовой круг и был создан. В рамках цветового круга существуют первичные, вторичные, третичные цвета, которые вместе образуют этот цветовой круг. Самые яркие цвета в цветовом круге являются самыми основными. Красный, желтый и синий. Это самые основные цвета, именно они самые яркие в спектре. Уже при добавлении белого цвета к этим цветам, цвета у нас получаются более светлые, добавляя черный цвет, цвета получаются более темные. Первичные цвета – это как раз-таки желтый, красный, синий. Комплементарные цвета, это дополняющие друг друга, они у нас являются вторичными. То есть создаются они путем соединения двух первичных цветов. Например, если мы соединим желтый и красный, то у нас получается оранжевый цвет. Если мы соединяем синий с желтым, то у нас получается зеленый цвет. Соединяя синий с красным, получается фиолетовый цвет. Правильное сочетание цветов. Ну, зеленое, красное, то есть вы понимаете, да, что комплементарное сочетание от слова комплемент – это когда цвета, проводя в цветовом круге прямую линию, пара составляет пару. Треодическое сочетание от слова три, трехцветная гамма – это выбор трех цветов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга, образовывая треугольник. Это триодическое сочетание, то есть, например, желтый, рисуем треугольник, синий, рисуем треугольник, оранжевый. Это триодическое сочетание зеленый, сиреневый, оранжевый. То есть так же, то есть рисуя треугольник, получается триодические цвета, три цвета. Три цвета уже намного сложнее сочетать в одежде, будьте аккуратны. Всем спасибо за наше сегодняшнее занятие. Увидимся на следующем практическом занятии. До новых встреч! Автор и организатор множества оригинальных фотопроектов умеет найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Звони и ты. 8-917-468-0877. Весна для любой девушки в любом весе, в любом возрасте это время особенное. В это время мы с вами меняем свой имидж, меняем свой гардероб и участницы нашего телепроекта не исключение. Отправляемся с вами в модный дом Претензион. Классическое восприятие классического костюма это у нас строгая вещь. Но если у нас нет основного дресс-кода, если нам не обязательно ходить совсем в черном или синим, мы можем добавить цвет и какие-то элементы. Вроде классический костюм, но здесь есть декольте и палеты. А если это будет яркий цвет и мы добавим яркую бижутерию, смотрите, что получилось. Во-первых, мы отвлекаем все внимание на себя. При этом какие-то элементы, где у нас еще мы не похудели, уже не видно. Если ваша фигура не соответствует каким-то стандартам, навязанным обществом, то не надо бояться ярких цветов. Они наоборот отвлекают и делают наши фигуры яркой. Мы будем заметны не всегда. На любой случай у нас беспрогрешный вариант это платье с кардиганом. Двойка, она всегда, везде нужна. Смотрите, здесь основной цвет черный, но добавили яркость опять же. И вытягивающий силуэт, он вытягивает нашу фигурку, он тянет нашу фигурку наверх. Если мы не добавим еще чего-то, как вот эту бижутерию, оно будет скучно смотреться, но сейчас это более яркий и интересный вариант. Продолжая тему классического костюма, можно сказать одно. Опять же, яркий цвет, прямые линии, но мы добавляем стоечки. Стоечка, она акцентирует внимание на нашей шее, но убирает все складочки, которые нам не нужны. Смотрите, какой силуэт. А если немножко украшений, розочка, уже становится интереснее. Опять же, если у нас разница в размерах, если верх чуть больше, низ чуть меньше, мы можем сделать так, что низ будет одет в темное. Это классический прием, который применяется всегда. Черный низ у нас скрадывает несколько размеров, поэтому мы всегда будем применять этот прием в нашем случае. А светлый верх, наоборот, показывает то, что надо. Смотрите, грудь намного больше. На каждый день мы также можем носить, как такой скромный вариант, это длинная юбка и какая-нибудь кофта, трикотаж, которая очень удобно лежит на нашей фигурке. Смотрите, подчеркивая поясом, мы затягиваем талию. Талия у нас чуть выше находится, и длинная юбка увеличивает длину ног. Здесь смешение нескольких стилей, поэтому мы можем комбинировать кофту, например, заменить более классической блузкой, либо юбку заменить на классику, тогда оно будет более строго казаться и менее игриво. При нашем росте надо использовать все возможности. Здесь мы использовали вертикальные полоски. Она вышивка, все вручную сделано, платье, произведение искусства. А чтобы показать интересный вырез, мы здесь сделали как? Оно чуть должно быть спущено на плечах, поэтому нет акцента на толщину руки. При этом грудь у нас смотрится шикарно. Еще плюс размерчик, хотя у нас и так достойный. У Гульшат очень красивая шея и плечи, поэтому мы чуть-чуть открыли его лодочкой. Вверх, видите, декольтирован, но не сильно. Поэтому у нас здесь вышивка полупрозрачная. Если было бы открыто, уже было бы некрасиво. Высокая линия талии и также очень легкая юбочка на этом платье. Смотрите, она будет идти, и это будет красота развиваться. У нее будет очень легкая походка. Она будет плыть по залу. Ольга у нас очень обаятельная, и у нее очень яркая улыбка, поэтому и платья мы подобрали сюда с разных цветов. Разводы, которые по диагонали тоже идут по фигурке. Опять же, двоечка в ней удобна. На любое мероприятие в этом платье можно и потанцевать, и сделать зарядку. Ткань очень удобная. И длина в этом платье оптимальна. Она чуть-чуть ниже колен. Вечернее платье – это не всегда длинная модель. Это может быть средней длины. Причем, смотрите, оно шкодное, коротенькое, при этом игривое. Если мы танцуем, то мы можем украть юбкой. А когда наша леди улыбается, у нее улыбку украшает и это платье, и она сама. Дорогие девушки, не забывайте при аксессуаре, потому что если вы одели красивое вечернее платье, но не одели какое-нибудь украшение, образ будет недоработан. Знаете, все будут говорить, как? Вы нечаянно попали на это мероприятие, просто одели и побежали. Но когда образ доработан, все будут видеть, что вы истинная леди. Модный дом – претензион. Это стиль красоты и роскоши. Это стиль для тех, кто любит одеваться со вкусом и не отказывать себе в этом. Коллекции фирмы всегда отражают тенденции мировой моды и создаются для женщин и мужчин, идущих в ногу со временем. Здесь представлена мужская и женская одежда широкого размерного ряда, от 40-го размера до 68-го включительно, и представлены изделия только из высококачественных тканей и фурнитуры зарубежного производства. Особое внимание уделяется посадке изделия по фигуре. Наша одежда украшает, а не скрывает, делая акцент на достоинствах фигуры. Будьте модны, независимо от ваших размеров. Улица Софьи Перовской, 21, улица Перомайская, 48, телефон 260-49-65 и 292-11-93. Партнеры реалити-проекта «Пышка», Центр снижения веса «Доктор Абарменталь», Фитнес-клуб «Реформа», Медицинская клиника «Секреты совершенства», Модный дом «Претензион», Визажист Алена Перова, Велла-студия «Слим-клаб», Глобус «Гурман», Йога Тайм. Милые телезрительницы, на сегодня наша передача подошла к концу. До новых встреч! С вами был телепроект «Пышка. Худеем вместе» и я, ведущая телепроекта Хафизова Ольга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова